Я рада всех приветствовать, ведь, как мы сейчас с нами с операцией, это очень хороший показательный момент. Я вкратце хочу от имени своих коллег, депутатов 6-го СССР в частности, сообщить, что мы поддерживаем ее создание провинционного совета для того, что в нарушение. Плюс ко всему, я еще раз повторюсь, что было сказано на предыдущей нашей пресс-анференции, что на нами будет инценировано создание общественной организации, депутатов 6-го СССР, которая обязательно войдет в организационный совет. Это первое. Здорово. Вот мой коллега Сай, как это уже какой-то рекордский фильм, частью, оговорил по поводу 6-го СССР, я еще раз буквально, коротко повторюсь, когда документ приходит для ознакомления, он не предусматривает работу над ним, в частности, в Весене. Там мы ознакомливаемся, даем некоторое свое заключение и отправляем документ обратно президенту. Я, как в прошлый раз, еще раз заявляю, видимо, вы знаете, вы как-то, вы простите меня, но полгода слышат друг друга. Вот представители города Пицунца не дадут мне собрать, они были в связях у меня. После этого встречались с избавлением инфекции, консультаций, разговоры, все было, то есть некий посыл, некий рейтмотив того, что хотят бить Пицунцы, мы услышали. Было проведено два заседания комитета. Первый комитет заседал по экономике и реформал второй комитет по аграрной комитете и по землеустроительству. То есть мы изучили вопрос, почему, теперь хочу обратиться к стенограмме президента. Это вообще не удерживает никакой критики, где президент говорит. Шестой созыв парламента, это вообще смех, промолчал. А мы что, с президентом и подлинном взаимоотношении, это что, молчание принимается как согласие? Я вообще, боже, слушайте, мы отправили. Валерий Ильинич вечно общался, вечно передал нашу инициативу. Вы знаете, почему, в принципе, шестой созыв парламента, так сказать, как высадился президент, промолчал? Видите, мы сейчас не собирались. Мы понимали, что именно это будет со стороны людей. Мы оказались просто мобильными людьми, мы уверены, сказали, поняли на перспективу, что нас ждет. И не только потому, что мы понимали. Мы разделяли мнение жителей города Петсунды. И не так, и в частности, всей страны, вот как это сейчас показано в ситуации. Нужно есть иностранные президент говорили, что такие вещи, еще, как бы сказать, Северина из Совета Безопасности, Северина из Шанга. Вообще, правда, тоже не выдерживали никакой фигуре. Оказывается, нашему опасному народу надо понимать, что нас никто не будет защищать. Опять обратимся к истории. В 89-й год, вспомните, мы вышли с палками. В 92-й год мы вышли с охотничьими оружием. Если война будет в 22-м, я думаю, что наши мужчины и наши ребята выйдут, хотя пусть с автоматами, но с чем-то выйдут. Ну, я думаю, что Сергей Георгиевич хотя бы позже будет, потому что он был здесь. Это за него, и что же нельзя, это он за его девушек. А Сергей Георгиевич должен помнить это, как мы защищаем. И мне вообще стыдно, когда мы произносим слов. Мне как женщине, как матери. И вообще человеку, жителю Апси, стыдно, когда говорят о том, что нас никто не будет защищать. Да, в конце концов, у нас и женщины герои есть. Если мужчины, и если руководство наши страны, главное, как говорится, что нас никто не будет защищать, брошь нам цена. Я вам это хочу сказать. Вы слышите, пожалуйста. И буквально еще одно репомент к вопросу Ниса Машкина, упакованному бюджетному законодательству. Меня опять же поражает. Знание президента законодательства Российской Федерации, это очень аквально. Но тогда в таком случае, поскольку не знание национального законодательства, меня вообще чувство правило слушает. Слушайте, если мы там нарушили только один закон, то есть невозможно финансировать строительство на территории ТАКС. Это закон о бюджетном бюджетном строительстве. То мы можем позволить себе нарушить институцию Апси. Ну, у меня эти вопросы. И вообще просто хочу сказать, уважаемые наши друзья, коллеги, я обращаюсь к символному созыву. Такому символическому, и я надеюсь, патриотическому, что он сделает правильное решение, вынесет правильное решение. А мы, не нужно отрешить слово, не символического созыва, готовы им помочь. Спасибо. Спасибо.